Всем привет, друзья! Я решила ответить на один интересный вопрос, который мне задают достаточно часто. Почему я не снимаю себя за работу, пока работаю, и снимать себя заодно тоже? Вот вам ответ, почему. Да, именно так я выгляжу за кадром, и снимать такое не очень, наверное. Парикмахерские закрыты, и скоро моей челкой можно будет подметать пол. Ладно, пошутили и пасть. Ну как пошутили? Не пошутили, так и есть. Сейчас привела все более-менее в порядок, потому что надо сходить на почту. Мне подарили шкурки козы и ламы. Глаза не видела. Что это? Ну это для волос, для парика, для куклы. Вот, а сегодняшнее видео будет посвящено одному актеру, и скорее даже не актеру, а персонажу из фильма Джокер. Если вы еще до сих пор не посмотрели, настоятельно рекомендую посмотреть, потому что это фильм с большой буквы. Он, несмотря на то, что это история одного антигероя, который в Бэтмене, как вы знаете, в серии Бэтменов, он везде есть, но это совсем фильм не про супергероев и антигероев. Нет. Здесь именно психологический триллер такой. Он затрагивает очень важные темы психологии и социума. И этот герой, он настолько там был уместен. Я вообще не запоминаю фамилии актеров, и как-то так отношусь из разряда нравится-не нравится. Но здесь Хоакин Феникс, он прям влился в роль, сжился в ней и просто, считай, сделал этот фильм. Вот он. Он там в гриме. И в жизни. Решила я сделать портретную куклу. То есть вырезать из дерева именно по фотографиям. Я специально распечатывала для этого. Но фотографий недостаточно одних, конечно. На этом я не остановилась. И сделала вот такую модель. Собственно, вот такой размер мы и будем вырезать. У меня странное отношение, конечно, к этому я никогда не делала портретную. Не вырезала из дерева. Потому что я считаю это очень сложно. Я вот этого товарища-то лепила два дня. Но попробуем. Вот у меня единственный большой кусочек липа остался. Запороть его нельзя. Сделала некую разметку на нем уже. Буду потихоньку ковырять. Прямо снимать по миллиметру. Сверяясь. И надеюсь, я хоть хотя бы приблизительно смогу это сделать. Ну что, пойду сгоняю на почту и начнем вырезать. Ну что, я вернулась. Пасовушка забрала. Конечно же, обработала ее. Смотрите, что у меня. Даже записочка есть. Успехов творчества. Ох, Александра, Александра. Как приятно. Человек знать меня не знает. Просто мы состоим, скажем так, в одном чате, где друг-друг там, в инстаграме поддерживает творчество. Вот. Я поделилась тем, что я сделала куклу. Вот. И не знаю, например, как сделать волосы. И Александра просто спросила, хочу я, что у нее есть шкурки. И если я хочу, то она может мне их выслать. И, естественно, я сказала, что я хочу. И вот. Бесплатно, абсолютно, человек пошел на почту из другого города. Кстати, скажу откуда. Кировочепецк. И просто так мне прислала шкурки. Вот это, я понимаю, добрая душа. Таких людей, на самом деле, в наше время очень мало. Смотрите. Во щпе. Прямо волосы так волосы. Марква. Ну, поп, уйди. Да уйди ты. Все, ты. Давай с соплями все забрызгай. Господи. Все это расчесывается. Пудри-то какие. В общем, богатство у меня есть. Теперь надо будет сделать парик. Для Афины. Этим я займусь позже. Начну потихоньку снимать материал. Сделала разметку по мочке. Вот еще надо здесь. Сейчас размечу линию волос, где будут начинаться. Ну и... Значит, где ухо тоже, чтобы выпирающую часть оставить. Собственно, начну снимать лишнюю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, друзья, вот такой вот джокер у меня получился. Осталось шлифануть мелкой наждачкой В следующем видео покажу, как я буду носить грим И вообще раскрашивать его Ну и раз уж речь пошла о кино интересном Напишите в комментариях, какие фильмы вам нравятся, зацепили И возможно я не смотрела И мне будет что посмотреть Потому что, если честно, я уже, по-моему, пересмотрела все Всем спасибо за просмотр Увидимся в следующем видео Пока!